Всем привет! С вами Васечко Анны, и в этом видео мы разберем теоретическую, но, надеюсь, не менее интересную тему. Мы поговорим про типы памяти в Swift. Итак, начнем, как и полагается, с самого начала. Управление памятью является важной частью разработки эффективных программ. Неправильное ее использование может привести к долгой загрузке и различным крашем. Существует три типа памяти – статический, автоматический и динамический. Статический тип отвечает за выделение памяти до начала исполнения программы. Такая память доступна на протяжении всего времени выполнения программы. Во многих языках для размещения объектов статической памяти достаточно задекларировать его в глобальной области видимости. Автоматический тип или размещение на стеке – самый основной. Автоматический выделяет аргументы и локальные переменные функции, а также прочую мета-информацию при вызове функции и освобождает память при выходе из нее. Динамический тип – выделение памяти из операционной системы по требованию приложения. Приложение при необходимости может запросить у операционной системы дополнительную память через аллокатор или напрямую через системный вызов. Аллокатор – это часть программы, которая запрашивает память большими кусками напрямую у операционной системы через системные вызовы. Затем по частям отдает эту память приложению. Как используется оперативная память компьютера при работе программы? При выполнении программы она нуждается в доступе к оперативной памяти, чтобы загружать свой машинный код для выполнения, хранить значения переменных и структуры данных, загружать внешние модули, необходимые для выполнения задач. Помимо места, используемого для загрузки собственного кода, программа использует при работе две области оперативной памяти – стэк, на основе которого работает автоматическая память, и так называемую кучу, использующуюся для динамического выделения памяти. Теперь поговорим поподробнее об этих загадочных стэках и кучах. Итак, начнем со стэком. Выделение памяти под стэк определяется при компиляции программы. Доступ к ней очень быстрый. Стэк организован по принципу «последним пришел, первым вышел» – «last in, first out», что вы видите на данной иллюстрации. Допустим, мы складываем мячики в какую-то емкость, и тот мячик, который мы положили верхним, мы его можем вытащить из этой емкости первым. Стэк можно также визуализировать как столбку книг. Нам разрешено взаимодействовать только с самой верхней книгой, прочитать ее и положить на нее новую. Все манипуляции производятся с верхней книгой в стопке. Книга добавляется в самый верх, если нужно сохранить данные, либо берется сверху, если данные требуется прочитать. Существует две основных команды для работы со стэками – «пуш» – помещать данные на вершину нашей стопки книг стэка, и «поп» – брать книгу с вершины стопки. Каждая функция в стеке имеет свое место, именуемое фреймом. Когда одна функция вызывает другую, последняя всегда в курсе идея взять свои аргументы – на конце стэка. Но как она узнает, где конец стэка? В процессоре для этого есть специальный регистр, хранящий указатель на конец стэка. В большинстве случаев стэк расположен ближе к концу виртуальной памяти и растет в сторону начала. Каждый поток многопоточного приложения имеет доступ к своему собственному стэку. Стэки используются для типов значений, то есть для value types. Если размер типа значения может быть определен во время компиляции, или если наш тип значения не содержит рекурсию на себя или не находится в ссылочном типе, тогда для него потребуется выделение стэка. Теперь переходим к кучам или по-английски heap. Куча используется для динамического выделения памяти. Можно представить кучу как большой книжный шкаф, где необходимую книгу можно найти, используя определенную инструкцию. После выделения памяти в распоряжение программы поступает указатель на начало выделенной памяти, который, в свою очередь, тоже должен где-то храниться. В статической, автоматической или также в динамической памяти. Языки сверхвысокого уровня используют динамическую память как основную, создают все или почти все объекты в динамической памяти, а на стэке или в статической памяти держат указатель на эти объекты. Операции на куче производятся несколько медленнее, чем на стэке, так как требуют дополнительного этапа для поиска данных. Куча общая для всех потоков приложения. Из-за ее динамической природы куча сложнее в управлении и с ней возникает большинство всех проблем и ошибок, связанных с памятью. Куча используется для ссылочных типов. Когда разделение на стэк и кучу происходит иначе. Один из вариантов, когда компилятор Swift будет продвигать ссылочные типы для размещения в стэке, это когда их размер фиксирован или время жизни может быть предсказано. Также компилятор Swift может упаковывать типы значений и размещать их в куче в следующих случаях. При соблюдении протокола. Помимо затрат на выделение ресурсов, возникают дополнительные расходы, когда тип значения хранится в экзистенциальном контейнере и превышает длину 3 машинных слова. Экзистенциальный контейнер – это общий контейнер для значений неизвестного типа среды выполнения. Типы значений небольших размеров могут быть встроены в экзистенциальный контейнер. Более крупные размещаются в куче и ссылка на них хранится в экзистенциальном буфере контейнера. Также второй вариант – присмешивание типа значения и ссылочного типа. Обычная ссылка на класс хранится в структуре, а структура является полем класса. Третий случай – сбегающее замыкание. В том случае, когда значение хранится в стеке и захватывается сбегающим замыканием. Тогда это значение копируется в кучу, таким образом оно становится доступно до выполнения замыкания. И еще один вариант – это inout параметр. Параметры inout передаются в точку входа по адресу. Вызываемый объект не получает права собственности на указанную память. Указанная память должна быть инициализирована при входе в функцию и выходе из нее. Итак, мы познакомились с типами памяти. Давайте подведем некоторый итог. В стеке хранятся временные данные, параметры метода и локальные переменные. Каждый раз, когда мы вызываем метод, в стеке выделяется новая часть памяти. Эта память освобождается при выходе из метода. В стеке характерны для типов значений. В куче же хранятся объекты, у которых есть время жизни. Куча характерна для ссылочных типов. Затраты на выделение и освобождение памяти в куче намного больше, чем на выделение памяти в стеке. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравился такой теоретический материал. Спасибо за внимание.